В спортивной школе номер 4, что на улице Отрадной, тренируются две сотни человек. Множество выдающихся спортсменов и мастеров спорта страны по греко-римской борьбе начинали свой путь, тренируясь в зале школы. Поэтому обновления учреждения ждут многие. Капитальных изменений здесь не было 30 лет. Хотя руководство регулярно участвует в муниципальных конкурсах и старается поддерживать школу в достойном виде. В этом году отремонтируют коридоры, малый зал, душевые и входные группы на сумму в 5 миллионов рублей. Мы рады, что нам выделили такую сумму денег. Я думаю, что к новому учебному году наша школа будет очень красивая и готова к запуску. И дети будут очень рады тренироваться в таких хороших условиях. Но больше всего денег получит спортивная школа имени Дмитрия Разумовского – 25 миллионов рублей. Впервые за 42 года в учреждении проведут капитальный ремонт. Школа на верхней террасе, самая большая в районе. Плюс здесь функционируют всесезонный легкоатлетический манеж. Второй такой же есть только на другом берегу – это манеж «Спартак». В этой школе запланированы ремонтные работы во всех ее частях, во всех залах. Конкретно в этом зале будет проведена замена полов, замена приточной вентиляции, замена отопления, косметический ремонт зала. Также у нас есть спортивный манеж легкоатлетический, который должен быть полностью отремонтирован, так сказать, реанимирован, чтобы дети занимались всеми видами спорта, которыми культивируются на школе. Как отметил руководитель школы, на месте манежа раньше располагался склад. Поэтому помещение не приспособлено для занятий спортом. Нужно менять отопление, систему вентиляции и освещения. Ремонт начнут после окончания учебного года. Обновлений в этом году ждут и физкультурно-оздоровительном комплексе «Новое поколение». На него выделено 2 миллиона рублей. На эти деньги отремонтируют системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и помещения. Перевыполнению подоходной части бюджета за 2021 год, а итог у нас 101,4% составил, мы сегодня имеем возможность 450 миллионов рублей направить также на первоочередные нужды. Здесь инициатива Дмитрия Геннадьевича Качкарева и депутатов профильного комитета связана с ремонтом спортивных школ. Напомним, депутаты Гордумы согласовали изменения в бюджете города на 2022 год. Так, доходная часть увеличилась на 1 миллиард 120 миллионов рублей. Таким образом, на ремонт спортивных школ и фоков дополнительно направят 70 миллионов рублей. Кроме вышеперечисленных обновят также школы «Фаворит», «Юность», «Борец», «Орион» и «Симберцит». Анна Тищенко, Улправда ТВ.